мы приехали сегодня в садовый центр сакура он находится под днепропетровском в селе братское вот сейчас зайдем здесь разные растения можно купить ландшафтный дизайн камень то есть мы хотим посмотреть какой здесь есть выбор так вот он на трассе находится сколько километров от запорожья получается где-то 70 километров то и привезли камень бокрый камень сухой камень отбрасывает тень это ясно идет дождь дождя нет камня не видно туман камень качается ветрено на камне что-то белое снег камень ходит вверх вниз землетрясение камня нет обновления дамы то есть это получается камень указывает на погоду ну как интересно дождя нет камень сухой да тест такой такой термометр сегодня как раз такая погода хорошая что можно гулять и тепло а тут погулять вот такая 1800 пистана не тут это пихточка с комом земли в основном видите вот можжевельник у здоровый 2520 до с него бонсай хорошо делать ну да еще и формировать его правильно есть он много деревьев такие высокие постриженные сюда пошли классные кстати штамбовая да прикольная на цена у нее какая класса вот 4 480 вот такая ну да она есть повыше это такая маленькая вот тоже интересно смотри красивая 4 435 это пихточка да нет вот это вот с красными шишками как это они же по тоже такую же по цену по 2 9 потом это лучше раз красные шишки ярко-малина и есть маленькие куши в таких маленьких горшках не на штамбе они по 590 есть акракона тоже с розовыми шишками но она будет высокая на метра три кустом а эти они будут такого же размера 10 60 сантиметров в диаметре где-то и высоту примерно 50 60 то есть вот такими они будут или они еще чуть подросту подросту чуть-чуть вот они такие ярко-малиновые шишки весной даже как мы хотели но они только весной а потом потом вот таки ну они уже к лету превращаются в коричневые вот становится то есть только весной малиновые да они ценятся за весенних шишек спасибо классно приехали удачно удачно сегодня без покупки не уедем их твой кисло с ягодами будет потом высокий но видишь он такой как свеча вот у нас такой есть мы такой посадили но он так медленно растет пока ничем хороший выбор а сколько вот это стоит сереже посмотри вот это вот как она называется отложен отложен мне нравится ее цвет там было красиво пошли дальше посмотрим побольше вы таких ландшафтных центров бы до такая большая территория так тут мы были пойдем и кофе хочу еще попить мы не пили сегодня кофе а ну отойди это колючая хупси хупси мы посадили кстати у нас есть купцы но она небольшая вот так вот выглядит когда взрослая видишь она интересная такая как компактная голубова ты да вот вас такая есть мы посадили и вот тут она 5 5 680 видите хупси колючая да а это у нас это другая видишь вот красивый бонсальчик такой катки стынетишь более лесной такой тут красиво с камнями все рудик да он смотри какой волк такой вот кормить рыбок можно исключительно кормом корм можете приобрести в кафе но лишь вот вот эти вот фигурки интересного то слоник до слоник и его так делают с растений формируют в этой самой сеточки потому что у нас тут интересно а мне нравится по центру видите как красиво сосна растет на островке таком виде камней до красиво очень боже а вот рыбки точно ухты мы подойдем поближе какие яркие пятнистые вот видите да тут написано будьте аккуратными ярко-красные белые плавают ногой плавает туда тоже продают у кого есть свои прудики написано нет уважаемые гости убедительная просьба ходить по камням и прыгать в озеро не ходить они стерли не ходить по камням и не прыгать вот такие рыбки здесь плавать гляньте какая красивая черная красная с белым а вот написано японский карп кои карпы это очень разных цветов прям чисто белые есть красивые карпы декоративные такие вот какой плывет красавчик такие рыбки здесь плавают кои хорошо отличают цвета и могут научиться отличать кормящего их человека по форме одежды и скажем реагировать на желтую кепку и красную футболку ухты интересно карпы которые различают цвета они маленькие да тут малыши смотрите какие малыши он красный какой яркий яркий красивые рыбки они тут выращивают когда уже вырастают плывут плывут все можно купить корм и покормить да написано что ни в коем случае не кормить хлебом так как он стягивает желудок это может привести к плохому ну да видите как разделено а там внизу разделена она или или нет и они просто туда не заплывают тут интересно видите тут а вот самый крупный такой пятнистый он не напоминает черно-красную икру видишь у него такие штучки а вот с рекой блестящий переливается аж прям и видишь тут поселен текстиль геотекстиль наверно да 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 вот и как-то интересное им тут комфортно такой же какую-то фильтр мне что-то стоит буль тут есть кафе здесь можно попить кофе ну и что-то другое наверно тоже то есть как бы два в одном виде и ландшафтный дизайн можно заказать растение можно просто отдохнуть приехать а еще тут на байдарках катается мы сейчас если найдем было объявление то есть тоже можно учиться на байдарках кататься такой сервис и здесь рыбки да аккуратненько вот тоже рыбки прудики а там он как типа водопадика небольшого сделано красиво вот кстати телефоны адрес подойду если кому-то будет интересно ландшафт системы полива и тумана как это тумана смотри какой интересный какой-то домик интересно смотрите как красиво с металла сделано виноградная лоза а где осторожно злая собака в поле витя тут карта схема где что есть рыбалка беседка рыбалка рыбалка в общем а то есть рыбачить что ли можно курилка сон на ульях даже нет ухты футбол волейбол тут целый комплекс веревочный городок ухты класс тут такой большой он смотрите сколько всего в общем пошли мы дальше гулять сейчас секундочку мне так нравится вот таком стиле дверь и вот фонари и вот эти все есть декор очень красиво да сразу думаешь какая-то сказка как дверь в сказку как-то напоминает сказку буратино там не знаю почему а вот веревочный для деток ну да удобно пока родители выбирают растения можно деткам погулять вот пихточка красивая такая поблескивает на солнышке вообще не так все блестятся у него весь погода как раз удачно хотя передавали бы да как всегда мне нравится вот та вот пихта ага слушай она яркая красивая да вот она тоже небольшая видишь вот у нее такие листики глянь какая красота красивые сочные такие да а это тоже классная кстати это сосна так ну вот это вот не написано на штамбе на штамбе удобно ну и компактно смотрится что у нас здесь эти как ступенечки сделаны вниз угу камни типа детская площадка небольшая ну да видишь лавочки что-то стоят может быть вот да прогулки на байдарках здесь маленькая речка мне нравится вот это еще вот смотри цвет сосны очень красиво я вот хотела такое чтобы разнообразить в саду зеленые там туи красиво да да класс вот видите к цакру к нам приезжай с детьми здесь отдыхай рыбалка футбол батут веревочный парк стрельба из лука прогулки на байдарках такой вот клуб тропах называется сейчас я байдарок не вижу вон закрытый ну да чуть-чуть скоро беседка врата какие видите с кирпичика люблю звук воды течет успокаивает можно отдыхать птички поют так хорошо сейчас мы посмотрим вот есть еще такие скульптурки забавные он ждун смотрите даже такой есть ждун сидит ждет классные кувшинчики интересные интересные ой какой красивый котик во всех садовых центрах всегда есть котики мой хороший ой какой ты красавчик смотрите где у него влазки красивый котик тут поменьше растения уже здесь можно выбрать уже видишь там были большие а тут огромный выбор смотрите какой да пожалуйста это желтая 590 стоит даже на ней шишечки есть уже классно но нет это другая форма она тоже очень красивая но она другая там побольше же растения 590 сосна пиренейская 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 ну конечно когда их посадишь в землю они еще меньше становятся вот красивые вот там впереди сейчас посмотрим он видишь желтенький цвет такой красота их то 200 гривен видите белая мне вот эти очень нравятся очень вот сосна горная пофер по моему 980 вот такие вот классные вообще мы сейчас посмотрим там где больше сколько стоит да вот это вот особенно мне кажется она прям такая широкая сейчас я ее блин здесь дети пчелы вот это а ну попробуй чуть-чуть это двинец показал вот та да вот та вторая вот это да а ну-ка покажи мне вот видите какая красивая цвет у нее такой классный да а вот еще желтее еще желтее да ставь на место в общем 900 чем-то гривен она стоит сейчас посмотрим и там вот на штамбах тоже видишь вот эти и вот еще на штамбе вот 980 тоже на штамбе ага подендроны классные ну дорогие 2700 ничего себе пойдем на ту там вот еще выше есть много растений ой котик идет какой красавчик у него глаза такие знаешь прозрачные прям а я не могу снять он опускать голову мордашка свою вот поменьше видишь такие маленькие да но все равно пойдем лестничка туда тут растения тоже есть ель можжевельники тут мы уже накупили целую кучу красота а ты думаешь что они там делают у них там они там строят и бетономешалка крутится вот красивая 4000 сосна да смотри Сереж блин что она такая дорогая и красивая хорошенькая такая вот хорошенькая такая вот 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 стройка площадку делают вот вот на штамбе вот красивая смотри только пчелы не трогай там он и куча там сидит ну вот две двести два ну это недорогая ой пришел котик пришел к нам гости хороший котик вот это неплохая кстати а сколько там стоили в других центрах ты не помнишь дороже да и вот этот красивый тоже смотри вот на штамбе тоже такая да пушистый мне нравится а сколько он стоит две двести двадцать такой стоит одна цена в общем это это пищеварная трехца трехца варила ау ауре ну хороший 5 940 вот интересно котик 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 ой тихонечко вот шишечками такими маленькими видите пойдем конечно солнышко куда-то уходит вот эти вот подешевле эти по 900 вот стоят видишь в ведерках вот те он по 1900 тоже две семьсот вот две семьсот подгадать вам у нас нет караконы нет они по центральной дорожке те которые с большими шишками а нет еще нам нравится вот такого плана вот эти вот такой яркой малиновой ой малиновой желтой и лимонной краски да у фира это по карликове это низкая будет есть еще винтергол это у нас повыше будет а на какой высоты будет метра два метра два полтора два а тут будет где-то метр метр два а с нее формирует бонсай или нет можно да то есть вот эти вот а это получается нужно правильно подвязывать ветки да то есть растягивать растягивать да и они привыкают ага поняла но это несложно да потому что бонсай готовы они дорогие более да я поняла есть вот такие с шишечками там уже толстые очень кривоватые волосы обычно берут если формировать да ага для бонсая да а готовых бонсаев еще нету да ну это обычно 15-25 тысяч и больше ага то есть большие минимум 15 но это любые бонсай то есть можжевельника чуть-чуть дешевле сосен всегда это дороже а скажите а у те красные стволы это эти дерен этот зеленый 260 гривен стоит на поле на питомнике у нас еще сортовая форма с бело-зеленым листом а получается вот он сейчас красный ствол просто а потом у него красный ствол а листья зеленый лист чисто зеленый лист есть сорт у которого бело-зеленый лист зеленый лист по краешку белая кайна а крылатый который считает очень красивым нет такого красивого но нападает осеннее красный ядовит крылатый на картинках так красиво он смотрит безумно красиво именно осенняя краска но так это будет коричневые стволики у них нет вот этой красоты горно-сибирского понял это сибирский с красным да понятно а вот этот скажите пожалуйста сейчас я вот эти вот с шишечками это что у нас за это высокорослая горная сосна зундерт она будет метр два два с половиной ярко-желтая зимней желтая а шишки вот такие все время да шишки даже крупнее будут в земле же будет больше питания в контейнере маловато и она не такая густая а так это густая плотная и еще вот эти это то же самое только меньше или нет это другой сорт это винтерголд он чуть меньше будет а какой у него размер он больше шариком он тоже до двух метров нарастет но он более такой сбитый как шариком а этот вытянется как дерево то есть это больше для композиции такой невысокой тоже хорошо а он неприхотлив вообще абсолютно неприхотливый но это сосногонное и надо яркое открытое солнце чем больше солнца тем больше на солнечной стороне вот этот мы возьмем это она получается ну это куш да это то что вы на штамбе смотрели за 2 900 а тут она получается пустовая тут она пустов пустовая она больше стелется она чуть поднимается и больше стелется да вот это тоже а нет я так понимаю есть пустовые есть штамбы а есть на штамбике да а скажите а вот эти шишки которые малинового цвета они как долго сохраняются сколько времени они малиновые они где-то в июне только начинают менять это получается ну апрель май и июнь то есть 3 месяца 3 месяца это хорошо они очень яркие и когда они распускаются просто никто их уже ну они их раскупаются именно в этот период да вот эта акракона у акракона огромные шишки но она сама по себе метра 3 в высоту и где-то 3-3 с половиной раскидистая да такая раскидистая широкая но шишки у нее самые крупные они тоже ярко малиноватся а они как тоже так же вот 3 месяца где-то весной да а потом они коричневыми становятся да и зимой она нормально зимует зимой это идеально это еле обыкновенная они у нас очень устойчивые метра 3 да где-то рост ее да пустышки широкая 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 места больше надо да а сколько она получается как она быстро растет ну будет 30 за прошлый год это немало ага 10 сантиметров где-то да то есть это да и в земле может быть чуть больше а тут шишечки будут маленькие вот такие да или они в земле будут чуть крупнее это она сейчас в вазоне тут очень ограниченное пространство поэтому она такая маленькая и уже в этом году они будут растения шишки будут уже они уже в прошлом году были да а новая нарастает угу заглублять ни в коем случае нельзя именно корневую систему вот уровень посадки можно на 1-2 сантиметра выше засыпать землю заглублять сильно нельзя все сейчас при пересадке нейтромофоску что-то добавлять удобрение не обязательно нет под хвойники лучше не надо не рискуйте потому что лучше покупать комплексное удобрение для хвойников им состав нужен другой чем чисто азотное удобрение им не очень нравится не очень да лучше комплексное купить именно для хвойников там меньшее содержание азота зато больше фосфора калия то что им нужнее кислый торф да верховой вам нужен верховой торф вы смешиваете одну часть торфа и 2-3 части вашей земли смешали яму сделали больше чем сейчас контейнер у каждого растения на дно ямы свежей почвы там пару лопат 2-3 лопаты поставили ком они это все контейнерные достанется у вас гашка и останется вот ком поставили ком и вокруг тоже свежей почвы 2-3 сантиметра выше засыпали тоже вот этой смесью утрамбовали хорошо и полили сверху за расчетом где-то ведро воды 10-15 литров чтобы весь ком пропитался чтобы не оставалось пустот между корневой системой и комом и землей вроде так все время и делали да вроде так да спасибо большое в метрах 700 примерно от сакуры вот видите там сакура а здесь еще один садовый центр находится называется фрезия тут теплица огромная видно отсюда у них розы выращивают розы выращивают то есть еще один садовый центр близко если там чего-то нет значит может тут есть домик такой симпатичный кстати да красиво крыша такая интересная скульптура интересная сколько а ну а ну ага уже такой сформировался да вот такой интересной формы спирали домик такой тут кусты теплицы такие высокие не видно ничего там это барбарис это большой такой да да правильно молодец уже разбираешься да видишь сейчас просто начало весны поэтому листва еще не сильно вон березки березки классные да такие уже да цен нет ну с комом земли видишь не в горшках по-разному а что это у нас это деньги а вон смотри какие спиральные тоже штучки видишь как много их поподстригали уже тоже туи огромные цен нету здесь как-то да ну вот по 1300 вот те ой ты или 1500 а 1900 вот да так дороговатые такие а что это желтенькие цветочки такие что это у нас такое интересное не пойму а жасминь написано жасминь такой видишь только желтый интересно никогда не видела желтый жасминь розочки кустовые вот это шиповник вот видишь тут сразу прям вот плоды шиповника идут уже тут конечно по сравнению ну там да тут по-другому ты же видишь тут хорошая цена на вот эти фигурные туи да тут маловато зашли тоже в каминный двор такой и здесь очень большой выбор каминов это тоже возле садового центра под Непропетровском стиле братское вот и много очень интересных таких каминов сейчас мы вам покажем это у нас такие печки интересные прям стильные ух ты смотрите какие интересные дверки не открывать написано это глиняные да классно такой у нее стиль интересный вот просто да это интересная прям мраморная такой стиль класс цель тут нет зеленый прям как малахит цвет 59 тысяч гривен стоит печь такая с 46 вот белая высокая такая шахматная фигура да шахматная точно классная да интересная да а что это это наверное тут кочерга да красиво кочерга для того чтобы золу пепел убирал оно свет тут это классно такие интересные вообще руками не трогать а это какие-то старые даже вот написано раньше вырезки газет итальянского а вот это вот печка как называется интересно я видела такое в интерьерах разных там интернете ну да и красиво и видишь вытяжка выходит вверх и забирает все что накапливается 110 тысяч 110 тысяч углов ну красиво такая вытяжка ага да интересные такие модели а он безопасным вообще считается или тоже могут быть вот какие-то проблемы нет запасные запасные все решается на этапе монтажа то есть забита чистка нужна тоже или нет это уже зависит от алкоголь здесь есть некоторая своя культура скажем так эксплуатация за что нужно то есть надо чуть о дровах подумать когда какие купить как их подсушить дабы дымоход оставался чистым ну вообще этим вот так вполне эффективно 1 чпоя будет он отапливает этот магазин в том числе вот этот большой да то есть 360 квадратов магазин он отапливает спокойно нужно же не кладем а не кладем а не кладем только кладем ничего себе так классно то есть ты в пересчете на секундочку на деньги до 10 тысяч купительный сезон всего да 10 тысяч за сезон да не за месяц шикарно если бы здесь было электричество допустим отопление электричества было бы 15 месяцев смотрите интересная идея такого печи мангала для улицы то есть получается цена такого мангала примерно 16 тысяч стоит тяжелая конечно сама по себе конструкция с полочками ну вот мне больше вот этот понравился вариант 17 тысяч стоит но не весь комплекс видите здесь можно сделать и с раковиной и с полочками вот с такой печи еще вот этот мангал он стоит 17 тысяч такой это если не делать с кирпича а взять уже вот такой готовый с мраморной с мраморным столом такой можно место деревянных полочек можно этих закрывающихся тумбочек можно сделать просто это вот такие вот как там видите перегородки вот такой мангал вот вот привезли домой наше растение купили в садовом центре сакура мы показывали этот садовый центр сегодня вот нашли мы наконец-то вот такой вот пис пуш это редкость ее тяжело найти такая на штамбе она будет с такими шишечками весной ярко-малиновыми сейчас вот такие маленькие шишечки вот потом ель такая вот акракона обыкновенная видите с той же шишками которые будут малиновые весной какая красавица и третья это горная сосна winter gold она небольшого роста будет она тоже с шишечками уже вот красивыми видите какими просто не никаких в не